Всем добрый день! С вами я Александр Демидович. Как я и обещал, делаю репортажи о ценах в магазинах продовольственных. И по просьбам моих почитателей я сегодня сделал репортаж о сливочном масле. Так, магазин Сильпо. Белоцерковское масло. 72,6% 200 грамм стоит 36 гривен 77 копеек. 72,6% 180 грамм 32 гривна 90 копеек. Воложковые полы. 72,6% 180 грамм 31 гривна 25 копеек. 72,6% 200 грамм 35 гривен 11 копеек. Так, Злагода 57% 180 грамм стоит 25 гривен 74 копейки. И марки Ферма 73% 200 грамм 26 гривен 99 копеек. И 82,5% 200 грамм 82,6% 200 грамм стоит 35 гривен. 63% 180 грамм стоит 27 гривен 94 копейки. И 82,5% 200 грамм стоит 38 гривен 37 копеек. Белорусское масло. Белорусское масло там есть в провинции еще раз. 82,5% 200 грамм 200 грамм 22 гривна 01 копейка. Гармония Лубны. 82,5% 200 грамм 40 гривен 86 копеек. И 73% 200 грамм 36 гривен 15 копеек. Магазин Брусничка. Магазин Брусничка. Белоцерковское. 82,5% 200 грамм 41 гривна 75 копеек. 72,6% 200 грамм 37 гривен 90 копеек. Торговая марка Ферма. Это магазин Брусничка. 73% 400 грамм 77 гривен 65 копеек. 200 граммовое такое же 42 гривна 5 копеек. И 63% 200 грамм стоит 38 гривен 33 копейки. Маркетоп. Дмитра Карикатри. Белоцерковское. 82,5% 200 грамм 38 гривен 35 копеек. 72,6% 200 грамм 35 гривен ровно. Торговая марка Ферма. 82,5% 200 грамм 43,6% 73% 200 грамм 38,7% и 63% 200 грамм 35,30%. Ну вот я увидел там торговую марку Щедрополтовщина. Странные цифры. Ну, реалии такие. 82% 180 грамм стоит 20 гривен 70 копейки. 73% 180 грамм стоит 19 гривен. Магазин АТБ зашел. Кстати, радушно меня встретили. Я предупредил, что буду снимать. Я скажу сейчас отдельно, почему я подчеркиваю. Мне разрешили. Вообще никаких проблем не составило мне собрать информацию. Белоцерковская. 82,5% 180 грамм стоит 36 гривен 30 копеек. 72,6% 180 грамм стоит 31 гривен 90 копеек. Торговая марка Ферма. 82,5% 200 грамм 41 гривен 50 копеек. 73% 200 грамм 38,70 грамм и 63% 200 грамм 35,30 грамм. Ну, теперь один из магазинов, который расположен, один из магазинов торговой, не торговой, а сети молоко, расположенный на Лидово, мне просто запретили собирать информацию. С ухмылкой, с улыбкой, но просто меня выставили. Под видом того, что может быть я конкурент, а если даже конкурент, в чем проблема? Что-то скрывают в магазине молоко. Что? Ну, вот такая вот ситуация. Еще раз, я вам не говорю, где лучше покупать, где хуже. Я вам рассказал только цены. И буду продолжать дальше. В комментах пишите на что еще. Морепродукты я уже понял. Мне просто интересно, что именно имеется в виду под словом морепродукты. Ну, на живую рыбу, по крайней мере, я буду собирать информацию. Отдельно выберу день. И на какие еще продукты, кому интересны цены, тоже пишите. Обратная связь существует. Всем хорошего настроения. Удачи!